Десантники. У этого рода войск большая история. Голубые береты всегда демонстрировали свою готовность стоять до последнего и никогда не отступать. Потому каждый год 2 августа в Брест приезжают все те, кто считает себя частью Большого Братства, чтобы встретиться, пообщаться и почтить память всех тех, кто погиб, защищая Родину. День десантников в Бресте по уже сложившейся традиции начался в парке воинов-интернационалистов, где военные разных поколений возложили цветы к мемориалу воинам-афганцам. Так довелось, что десантные войска – это род войск сильных, мужественных, отважных людей. Гордимся тем, что служили в ВДВ. И сейчас пытаемся и передаем свой опыт, свои навыки молодому поколению. Народ, который потерял свою память, потерял свою связь с прошлым, будущее не имеет. Известна истина. И сегодня мы разлагаем дань памяти людям, которые погибли в Афганистане. И вместе с молодыми ребятами, в том числе и действующими десантниками, и не только десантниками вооруженных сил Республики Беларусь, совершаем девятый пробег по улицам Бреста. После возложения цветов к памятнику и минуты молчания по улицам города над Бугом стартовал уже девятый по счету пробег память, который посвящен дню десантника. Я смотрю, что людям нравятся и забеги, и какие-то новые мероприятия, которые проводятся не только для вооруженных сил, но и для граждан. Тем самым люди могут понять, что они находятся в безопасности. Благодаря нашей слаженности. И не только те, которые находятся сейчас в действующей военнослужащей, но и которые находятся в запасе. По всей земле наслужат в небе и в воде, что нам не нужен, все, кто слушает БДД. Восьмикилометровый марш-бросок по маршруту Московская, проспект Республики, Суворова, Жукова. Порядка ста человек в отличной физической форме принимали участие. Ведь каждый из них хотел почтить память всех тех, кто погиб, защищая Родину. Настоящая работа, а значит мы уже не пацаны. За спиною купол белый под запасной автомат. Похищу любое дело для маркеловских солдат. Не подбег, а дождь и слякоть, и не холод, и не стой, если купол за спиной. Встречали участников пробега память в расположении 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, как положено, с оркестром. Но после слова «никто, кроме нас» торжественно раздавались сегодня не только с каждого уголка части, но и на всех улицах города над Бугом. Пообщаться с товарищами, встретиться с друзьями приехало большое количество тех, кто связан с десантным братством много лет. Для них сегодня в очередной раз в городе над Бугом, а если быть точнее на территории 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, прошли торжественные мероприятия. ПЕСНЯ Дресс-код, как и всегда, неизменный голубой берет и тельняшка. Исследуют ему не только военнослужащие десантники, но и многочисленные гости. За долгие годы празднования Дня ВДВ этот праздник перерос в мероприятие масштабного уровня, попасть на который спешат все от мала до велика. Ведь именно здесь можно познакомиться с вооружением, которое используют десантники, оценить мощность техники и даже попробовать на вкус армейскую кашу. А также понаблюдать, как воины-десантники демонстрируют свое мастерство в рукопашном бою, трюки на мотоциклах и многое другое. И это еще не все. Лучше один раз увидеть, чем услышать, а потому смотрите сами. Да, военнослужащие сил специальных операций представили по-настоящему жаркую, яркую программу с показательными выступлениями. Можно было увидеть прыжки через огонь. Грацию боевых машин вблизи вальсирующих пар и вальсирующего военнослужащего с маленькой доченькой на руках. Ну и, конечно же, яркое, незабываемое выступление десантников. Подразделение ремонтной роты над восстановлением автомобиля УАЗ. Вы наблюдаете, как этот автомобиль с метро всего разбирается на узлы и агрегаты. И после этого сборки он продолжает движение вперед. Для тебя всегда мы не виновны, необычные. Поведусь, я в ходе марша. Автомобиль МАЗ получил повреждение. Водитель принимает... Показательные выступления – это лишь то, что доступно глазу обычного человека. На деле десантники ежедневно выполняют сложнейшие задачи. Пока мы спим, они защищают наш покой, охраняя одну из самых больших границ Беларуси. Если надо, они первыми встанут на защиту Родины и при этом смогут взять на себя обязанности многих боевых подразделений. На сегодняшний день, можно сказать, что силы специальных операций двигаются вперед, развитие продолжается. И вы обратили внимание сегодня на празднике, сколько много новой техники, новых образцов вооружения, те же дроны. Все это вы видели. Есть у нас большие подвижки вперед. И особенно то, что касается переоснащения под современные уровни. А если брать по 38-й бригаде, то на сегодняшний день бригада очень с хорошими результатами. Выходит к концу учебного года. По многим показателям она лучшая. Ну, конец года пока. Ну, пока, я говорю, молодцы. В хорошем состоянии. Ну и плюс, выполнение всех остальных задач сложно, тяжело. Ну, вы видите, настроены положительно. Много эмоций в людей. Все прекрасно. Десантник звучит гордо. Универсальный солдат, который может пройти и огонь, и воду. Потому именно благодаря самоотверженности десантников дата 2 августа уже давно стала народным праздником. Служу полгода. Решила прийти, потому что всегда нравилось, как военные выглядят. Я спортсменка сама, поэтому армия немножко схожа, скажем так. Вот, поэтому всегда хотелось. От праздника получила классные эмоции, потому что раньше такого никогда не видела, никогда не ходила, не посещала данные мероприятия. И антуражно очень, очень завораживающе. И под положительными эмоциями нахожусь. Служу уже почти ползара года. Отслужил 8 месяцев на срочной службе и перевелся на контракт. Но понравилось. Сначала вообще не знал, куда пойду, а потом, как попал сюда, на самом деле здесь хорошо, понравилось. Служу уже только четвертый месяц. Пошел сразу на контракт, устроился. Предоставилась такая возможность. Устроился сюда, потому что сам с Брестского района, поэтому как бы удобно. Рядом с домом. Десантные войска считаются самые элитными, самые подготовленные, самые выносливые. Анастасия Мельшкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимантович. Новости Бреста. Новости Бреста.